Социология Маркса. Кстати, пока не забыл, я встретил сейчас в трамвае Александра Юрьевича, и он попросил вам напомнить, что 22 числа вы ему должны сдать какие-то тексты. Значит, я его поручение выполняю, и это напоминание его. Значит, мы остановились только раз на том, что на теории революции Маркса, которая присутствует собой, если можно так выразить, такой инвестиционный пункт его теории эволюции. Поскольку условие эволюции, как вы знаете, имеет два значения. Эволюция как постепенное развитие, и эволюция как любое вообще развитие, обладающая определенными признаками. И я постарался подчеркнуть, что Марксово понятие социальной революции было в конце концов очень привязано им сильно к понятию политической революции, и постепенно даже отождествлялось им вот с этим последним понятием. И говоря еще о теории эволюции Маркса, я хочу подчеркнуть, что Маркс был, как и Конд, историческим эволюционистом, в том смысле, что он исходил из представления о том, что все общества проходят в своем развитии одни и те же фазы, и все они движутся, в общем-то, из некоего начального пункта к некоему конечному пункту. И этот пункт и для Конда, и для Маркса это есть некий золотой век. Для Конда этот золотой век воплощен в позитивизме, в позитивной стадии, и для Маркса в коммунизме. Оба они, исходя из этого, пророчествуют относительно наступления этого золотого века, и оба они считают, что их моральный долг состоит в том, чтобы приблизить наступление этого золотого века. Либо с помощью религиозной проповеди, или квази-религиозной проповеди, как у Конда, либо с помощью политической пропаганды и политико-организационной деятельности, как это было у Маркса. Но при этом, и не случайно, мы встречаем у Маркса вот это характерное очень понятие ступени, применительно к понятию общественная формация. Для него формация это некие ступени, так же как в геологии формация это есть некий слой в вертикально-уровневом таком строении пород, в комплексах таких, в системах геологических. И при этом я хочу отметить, что Маркс все-таки, его представление о социальной эволюции было тоньше, чем у Конда, потому что он ближе был к социально-политической реальности, к исторической реальности, и его построения в этой области менее абстрактны. И Маркс, в общем, осознавал специфику эволюции в различных типах общества, в отличие от Конда. И что любопытно, сам Маркс критиковал такой распространенный в его время подход к социальной эволюции, когда общество структурируется вот так ступенеобразно, и высшая ступень, фиксируемая аналитиком, рассматривается как некий финал, а предыдущие этапы развития как некие ступени по отношению к этой более высокой ступени. И Маркс очень хорошо насчет таких теорий высказался, я процитирую. Так называемое историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая форма рассматривает предыдущие как ступени к самой себе, и всегда понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко, и только при совершенно определенных условиях, она бывает способна к самокритике, в кавычках. И это прекрасно сказано, но, к сожалению, Маркс сам не избежал этого самого теоретика, методологического предрассудка, который он так замечательно сформулировал, и который он вроде бы критикует. Теперь я перехожу к следующему вопросу, к следующему пункту нашей темы. Это теория классов и классовой борьбы у Маркса. И это та тема, в которой темперамент Маркса как политического бойца проявился столь же ярко, как и в его теории революции. И настолько важное место проблематика классов занимает, и классовой борьбы занимает теории Маркса, что марксисты обычно рассматривали этот вопрос, классовый вопрос, как своего рода критерий подлинного марксиста и своего рода оселок, на котором проверяется, то настоящий человек марксист или нет. И поэтому в советское время, например, марксистский подход, настоящий марксистский подход, он, в общем, отожислялся с так называемым классовым подходом. То есть склонен аналитик рассматривать любые явления социальной жизни под углом зрения их классового значения, под углом зрения того, какому классу это явление служит, стремится ли он разоблачить, сорвать маску с того или иного аналитика и посмотреть, что там за этой маской, что за гнусная. Там скрывается физиономия и как бы ни стремился этот аналитик говорить и прикрываться объективностью, настоящий марксист всегда должен был его разоблачить, сорвать с него тогу, так сказать, в котором он рядится. Это я цитирую, так сказать, ходовые выражения, ходячие формулы советских этих аналитических трудов и критических. Значит, сорвать тогу или сорвать маску, это была задача настоящего марксиста. И задача, в свою очередь, срывания этой маски или тоги состояла в том, чтобы обнаружить подлинные классовые интересы того, кто что-то высказывает и понять, кому же он все-таки служит. Вот такой, своего рода, классовый утилитаризм считался, повторяю, признаком настоящего марксиста. Надо сказать, что проблематика классов присутствовала в работах социальных теоретиков, социальных философов и других социальных ученых еще задолго до Маркса. Мы встречаем проблематику классов и у Тюрго, о котором я говорил, и Тюрго уже выделял наемных работников и предпринимателей. И у Адама Смита мы встречаем такое представление о трех классах в современном обществе, а именно землевладельцы и буржуазия с одной стороны, и наемные работники с другой. Причем первые два класса противопоставлялись Смитам последнему классу. Давид Рикардо сформулировал закон, согласно которому существует обратно пропорциональная зависимость между прибылью капиталиста и заработной платой рабочего, и стало быть, обосновал таким образом противоположность их классовых интересов. Французские историки и романтики, или как их еще часто называют французские историки эпохи реставрации, а именно Франсуа Минье, Франсуа Гизо, Огюстен Терри и другие, рассматривали историю Европы под углом зрения борьбы различных классов. И сам Маркс в известном письме к Рейде Мейеру, опять-таки это письмо, обращаю ваше внимание, это не статья и не книга, а письмо. Так вот, в этом известном письме Маркс писал, что не он впервые открыл классы, экономическую анатомию классов и классовую борьбу. Единственное, что я нового внес в эту проблематику, писал Маркс, состоит в следующем. И он выделяет три таких главных элемента этого вклада. Первый элемент, пишет Маркс, первое, что я внес в нового, состоит в том, что я показал, что классы и классовая борьба связаны лишь с различными фазами развития общественного производства, связаны с различными фазами развития общественного производства. Второе, что я сделал, это я показал, что эта классовая борьба неминуемо ведет к установлению революционной диктатуры пролетариата. И, наконец, третье состоит в том, что сама эта диктатура ведет, в свою очередь, к уничтожению всяких классов, классового господства и к установлению общества без класса. И вот что любопытно, что как раз с социологической точки зрения эти все три вклада не имеют никакого, на самом деле, значения. Это, как это часто бывает, истинный вклад. Теоретика заключается совсем не в том, в чем он сам его видит. Если брать с социологической точки зрения, я повторяю, эти все достижения, в общем-то, нулевые и ничтожные. А социологическое значение как раз исследования Марса совсем другого, и об этом я постараюсь сказать. Вот, любопытно, что хотя классовая проблематика, как я уже сказал, занимает у Маркса очень важное место, тем не менее он нигде не дает определения общего класса, считая, видимо, этот вопрос, то есть этот сюжет достаточно очевидным и не требующим специального определения. Правда, Маркс пытался дать такое определение, или даже его, видно, где-то дал, а именно в третьем томе «Капитала», который, как я уже говорил, представляет собой тоже рукопись, опубликованную посмертно, Маркс пишет, главный вопрос, который нам предстоит рассмотреть, что же образует класс? И дальше, как назло, рукопись обрывается, и мы не знаем, что он там хотел сказать. Но, тем не менее, можно реконструировать представление Маркса о классах по многочисленным его высказываниям по этому поводу, и экстрагировав, так сказать, его идеи на этот счет из его исследований этого предмета. Прежде всего, нужно отметить, что представление Маркса о классах достаточно многозначно, и в самом широком смысле для Маркса классы это любые социальные группы, находящиеся на разных ступенях социальной лестницы, на разных уровнях социальной иерархии, и находящиеся между собой, по его гипотезе, в состоянии борьбы и противостояния. Именно в этом самом таком широком смысле слова он и рассматривает классы в манифесте коммунистической партии. В этом манифесте под классами, собственно, понимаются любые формы социального неравенства, и в качестве классов рассматриваются, как он пишет, патриции и плебей, мастеры и подмастерья, помещик и крепостной, и так далее, и так далее. Все это классы. В этом своем значении классы включают в себя и сословия тоже, и вообще, повторяю, любые такие социальные группы, обладающие различным рангом или находящиеся на разных ступенях социальной лестницы. Вот. И отсюда же, кстати, представление о том, что история, как, опять-таки, Маркс пишет в произведении, написанном совместно с Энгельсом, это знаменитая формула Макса и весьма уязвимая, что история всех существовавших до сих пор обществ была историей классовой борьбы. С этого начинается манифест. И, как я говорил уже в прошлый раз, даже согласно Марксовой теории, это не так. И поэтому Энгельсу пришлось впоследствии при переизданиях манифеста делать после этой фразы сноску и писать, что речь идет только о той истории, которая дошла до нас в письменных источниках. А это, извините, очень короткий, на самом деле, промежуток времени, потому что, если брать всю историю человечества, то по этой логике удельный вес вот этих классовых обществ, оказывается, не то, что вся история, а там очень маленькая часть истории, даже, повторяю, согласно Марксовой схеме. Но надо сказать, что по Марксу, если говорить уже не о формулировках, а так рассматривать его творчество в целом, то нужно сказать, что по Марксу классы отсутствуют в первобытных обществах, которые основаны на коллективной собственности. И здесь Маркс следует за Руссо, о чем я уже говорил, и Маркс, в общем, был русоистом в своем отношении к частной собственности. Вот как раз след за Руссо, он и рассматривает частную собственность и разделение труда, как источник возникновения классов. То есть разделение труда в сочетании с частной собственностью порождает специфические социальные группы со своими особыми интересами. Эти интересы находятся между собой в непримиримом противоречии, и отсюда и начинается эпоха так называемых антагонистических формаций, в которых, во-первых, существует класса, во-вторых, существует классовая борьба. Классы и борьба – это, в общем, по Марксу неотделимые такие явления. И, собственно говоря, борьба – это есть атрибут класса, противостояние, оппозиция другому классу. Это не просто некое такое свойство, которое может быть или которого может не быть. Оппозиция другим классам – это атрибут. Класса – его неотъемлемая черта. Если, как Маркс пишет в одном из произведений, пока нет противостояния с другими классами, класс еще как таковой в каком-то смысле не существует, и сами индивиды противостоят враждебно друг другу. Но класс конституируется тогда, когда он противопоставляет себя другим. Ну а если говорить о классах в более таком узком смысле, то для Маркса это критерии, опять-таки связанные с частной собственностью, прежде всего. Это критерии отношения к средствам производства. Это такой структурообразующий признак класса, объективный признак. И в этом отношении к средствам производства главное значение имеет форма собственности на средства производства или сам факт наличия или отсутствия такой собственности. Но кроме таких объективных характеристик, Маркс выделяет и субъективные характеристики, в частности, он отмечает значение классового самосознания. И высшей формой классового самосознания для Маркса является политическая партия, которая служит как раз формой этого конституирования, этого классового самосознания. В нищете философии работе, направленной опять же против Прудона, полемической работе, одной из ранних его работ, Маркс пишет о том, что существует класс в себе, то есть класс, который еще не осознал себя как класс. Здесь опять-таки влияние Гегеля, конечно, чувствуется и в других немецких классиках философов в самом этом понятии, по аналогии с вещью в себе французской. Но подразумевает он при этом, что существует и класс для себя, то есть класс, который себя осознал в качестве класса и противопоставил себя, опять-таки, другим классам. Для Маркса существуют и другие критерии классового деления. Например, образ жизни, уровень образования, престиж тоже. Например, любопытно, в работе наемной труды капитал Маркс высказывается весьма современно и просто это интересно для современных маркетологов и исследователей маркетинга, когда он пишет, что если кто-то построил дом, то это просто дом. Но если рядом с этим домом построить дворец, то этот первый дом съеживается до размеров жалкой хижины. Это значит, что его владелец, в общем, весьма скромен и в своих притязаниях, и в своих возможностях. И вот эта соотносительность потребительских благ и фактор оценки, и фактор выработки эталонов потребительских на основании сравнений. И понятие социальные сравнения очень важное, понятие современной социологии и социальной психологии, потому что только именно из сравнений вырабатываются социальные стандарты, эталоны. Референтные группы, опять же, тоже, в общем, вырабатываются, выбираются, точнее, на основе неких сравнений и служат критериям, в свою очередь, этих сравнений. Мы постоянно сравниваем, и сравнение это не только метод научного исследования, но это и метод ориентации в социальном мире. Потому что мы постоянно, повторяю, если мы перестанем сравнивать, мы перестанем ориентироваться в этом мире. Я имею в виду не сравнение такое в каком-то таком журналистском смысле или в моральном, когда люди все время что-то сравнивают, но просто это объективно так. Социальные сравнения, это, повторяю, важнейший элемент ориентации. Ориентации индивида и его повседневного, элементы его повседневного поведения и поведенческих стратегий. Но вернемся к Марксу. Надо сказать, что в целом Маркс исходит из дихотомической картины классовой структуры. Иначе говоря, он исходит из того, что классов, в принципе, бывает два. Два фундаментальных класса определяют облик каждой формации. Один из них, и это чрезвычайно важно, причем эта двоичность, она имеет у Маркса двойной такой вид. С одной стороны, это сквозная дихотомия, где на одном полюсе находятся классы господствующие, угнетающие, непроизводительные и так далее. А на другом полюсе, сквозь все антагонистические формации проходят другие классы, а именно угнетаемые, производительные и так далее. Эксплуатируемые и так далее. И вот это сквозное отделение, оно чрезвычайно важно для Маркса, поскольку именно в общем задает облик всей истории, точнее предыстории, потому что, повторяю, для представления Маркса о социальной эволюции чрезвычайно важно деление на предысторию и подлинную историю. Предыстория – это все вот антагонистические формации. Это ситуация, когда, как любил выражаться Маркс, я здесь опять возвращаюсь к предыдущему сюжету нашему, где Маркс, который любил иногда выражаться патетически, он говорит, вот в этих условиях, в этих обществах прогресс всегда носит такой односторонний, кровавый характер. И вот только в этой подлинной истории, то есть в будущем коммунистическом обществе, прогресс перестанет уподобляться тому языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых. Вот так он выражался. И вот этот противоречивый характер прогресса в эпоху доисторическую, он как раз и связан был вот с этой самой классовой борьбой и с тем, что плата за прогресс столь велика, что один класс эксплуатирует другой, и только в будущем обществе, и здесь Маркс опять воспроизводит Сен-Симона, эксплуатация людей будет вытеснена эксплуатацией природы. Вторая форма классовой дикотомии, одна сквозная, как я сказал, а вторая носит более частный характер. И в каждой формации общественной существуют свои пары классов. Если говорить о рабовладельском строе, то это рабовладельцы и рабы в феодальном обществе, в феодальной формации, условно говоря, это феодалы и зависимые крестьяне или крепостные. Ну а в буржуазном обществе это буржуазии пролетариат. Причем облик формации задает, конечно, господствующий класс, поскольку по Марксу именно господствующий класс диктует и мысли, и образ действий угнетаемым классом. Хотя, с другой стороны, те, осознавая, опять-таки, когда они осознают свои интересы, они восстают и борются за свое место в социальной структуре и так далее. Причем, по Марксу, эти классы в процессе социальной эволюции и общественного прогресса, они воплощают или представляют определенные производительные силы и производственные отношения. Каким образом? А таким, что каждый класс, когда он находится на восходящей фазе своего развития, то он представляет в этот момент, и он потому и находится в этой фазе восходящей, что он представляет производительные, развивающиеся производительные силы, которые опережают развитие производственных отношений. А отсталые классы, наоборот, держатся за эти устаревшие производственные отношения и не дают новым формам, которых требуют функционально эти развивающиеся производительные силы, не дают им утвердиться. Один и тот же класс может быть реакционным, отстаивая старые институты, или, наоборот, прогрессивным, в зависимости от того, на какой фазе общественного развития находится общественная формация. Так, буржуазия, она вначале по Марксу была прогрессивным классом, потому что ее утверждение на социально-исторической арене означало утверждение новых производительных сил, а вместе с ними и новых производственных отношений. А вот впоследствии, когда буржуазия, когда буржуазная формация уже стала клониться к своему закату, то буржуазия уже превратилась наоборот в консервативный реакционный класс, ну и так далее. По Марксу буржуазная формация это последняя антагонистическая формация, последняя формация в предыстории человечества и классовая борьба с его точки зрения в этом обществе носит наиболее такой открытый характер, не закамуфлированный и здесь эти два больших класса пролетариат и буржуазия сталкиваются в такой последней смертельной схватке с тем, чтобы пролетариат, который обладает, который Маркс рассматривает как своего рода мессию или аналога мессии, он должен освободить себя от классовой зависимости от классового угнетения, а вместе с этим освободить все человечество. Такова великая историческая миссия пролетариата и Маркс учит таким образом пролетариат, что он должен сделать для того, чтобы возложенную на него историю и эту миссию выполнить. Надо сказать, что такие миссионистские настроения в 19 веке были довольно распространены и Маркс здесь не одинок. Я уже, кажется, упоминал, что и у Конта мы встречаем такие очень нежные, я бы сказал, слова относительно пролетариата, которые нам сегодня кажутся даже странными. И если бы не знать, что это Конт, можно было бы подумать, что это Маркс. Но и многие другие уповали на то, что пролетариат это такой хороший класс, который освободит всех и вся. И себя заодно, конечно. Надо сказать, что Маркс в своем дихотомическом видении классовой структуры, он еще основывался на том, что для него классы это своего рода идеальные типы. то есть он все-таки понимал, что помимо вот этих главных двух классов каждой формации существуют и многие другие категории социальные, слои, социальные группы и так далее. Но для него это были такие идеально типические конструкции. Но кроме того, его любовь к цифре 2 в данном случае она связана была еще и с тем, что он исходил из того, что существует базовая тенденция к размыванию всякого рода промежуточных слоев, категории и групп. Существует тенденция к поляризации. То есть классы вот эти самые угнетаемые, особенно в эпоху буржуазного общества, которое прежде всего конечно его занимало. Существует тенденция к тому, чтобы вот эти буржуазия и вообще угнетающие классы, чтобы они становятся все дальше и дальше, выше и выше, так сказать, по отношению к основной массе. И они концентрируют в себе некие промежуточные слои, но больше всего поляризация заключается в том, что вымывается вниз, в нижние слои, то есть в угнетаемый класс, большая часть всякого рода средних слоев и категорий. И вот эта тенденция к поляризации как раз и служила основанием несбывшихся прогнозов Маркса относительно того, что наступает абсолютное относительное обмещание пролетариата, что средние промежуточные слои вымирают, крестьянство вот-вот уже не будет вообще, ну и так далее. И здесь нужно сказать, что вот эта констатация тенденции поляризации, она весьма характерна для Маркса. Но надо сказать, что Маркс конечно был слишком серьезным ученым, чтобы не видеть и многих других социальных слоев, групп и так далее. И в таких его работах, как классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы и в знаменитой работе 18-я бремера Луи Бонапарта мы находим анализ не только борьбы этих двух базовых классов, но и довольно тщательный и внимательный анализ взаимоотношений между многими другими категориями социальными более частного порядка. Поэтому у Марса мы находим и исследования и понятия среднего слоя, у него мы находим представление о том, что в современных обществах всегда существуют осколки тех классов, пережитки тех классов, которые характерны для прежних формаций, и здесь кстати понятие пережитки вообще характерно для эволюционизма, которое сделало это понятие основным, мы и у Тайлора находим это понятие пережитки и так далее, и у Маркса тоже, и мы находим в обществе зародыши будущих каких-то классов, мы находим у Маркса и понятие промежуточный слой и вообще понятие социальный слой, промежуточный слой, средний класс находим у него и так далее, и не только сами понятия, но и анализ различных фракций и их взаимодействий внутри классов и между классами, все это у него есть, и это как раз весьма интересно, и до сих пор представляет интерес, особенно вот тех работах, что я назвал, Маркс в общем признает внутреннюю сложность структуры каждого класса, ну интересно, что все же его понятие классов довольно многозначно, иногда он одну и ту же категорию понимает то как класс, то как фракцию более широкого класса, то как слой, сословия он иногда трактует тоже как класса, иногда как особую категорию, ну и так далее, в целом я хочу отметить, что у Маркса классовая проблематика ее исследование Марксом и анализ этой проблематики для социологии имел важное позитивное значение, потому что Маркс и значение это состояло прежде всего в том, что Маркс показал экономический экономическую основу классового строения и влияние экономических факторов на классовое деление. Кроме того, важные были его конкретные исследования классов и само то, что Маркс показал функциональное значение классовых конфликтов, это тоже в общем положительное явление, достаточно вспомнить, что и сегодня социальный конфликт с функционалистской точки зрения, это явление нельзя сказать, что это явление позитивное, потому что это социальный конфликт позволяет решать социальные проблемы, которые иначе не могли бы быть решены. Но что здесь как это часто бывает у теоретиков достоинства незаметно перерастает в недостатки и здесь нужно отметить и экономический редукционизм в трактовке классовых различий и классовых конфликтов, потому что далеко не все классовые конфликты имеют экономическую природу и политическую тоже. Во-вторых, Маркс акцентировал внимание на классовых конфликтов, но оставлял в тени классовое сотрудничество, это не менее важный фактор социальной жизни, а вместе с тем он оставлял в тени не классовые формы социального конфликта, либо необоснованно сводил все социальные конфликты к классовым, что тоже в общем оказало отрицательное воздействие на понимание многих проблем. вот, вот как я думаю можно оценить классовую проблематику у Марса. Многие его прогнозы относительно тенденций развития классовой структуры, как я уже сказал, не подтвердились, но для социологии сегодня имеет значение не его пророчество относительно того, что станет с классами прогнозируем в золотом веке, который он прогнозировал, наступление которого он предсказывал, но имело значение прежде всего повторяю его анализ классовой структуры, классовых конфликтов и их позитивных функций и конкретный анализ взаимодействий внутри классов и между классами его некоторых работах. Вы хотели, кто-то хотел что-то спросить по поводу сказанного? Нет? Теперь я остановлюсь еще на одном аспекте Марксовой теории, это на его социологии познания. Напомню, что социология познания, кто-то в прошлый раз упоминал об этом, социология познания, собственно говоря, это такая отрасль социологии, которая изучает изучает да, извините, говоря о классах, я еще не сказал, очень важный момент о ней опустил. Дело в том, что для Маркса вот эти фигуры рабочий, буржуа, феодал, христианин, это некие социально-типические характеристики, и Маркс в своих работах подчеркивал, что он не имеет в виду личности, он имеет в виду только социальные типы, но его вот вот эта проповедь классовой войны, она сыграла ну в каком-то часто зловещую даже роль, и хотя нельзя считать его ответственным за всякого рода социальные катаклизмы 20 века, но нужно отметить вот что, что в практическом историческом таком смысле эти оговорки Маркса о том, что он имеет в виду не личности, а некие социальные типы, и поэтому нельзя прямо возлагать ответственность за эксплуатацию на конкретного буржуя, так сказать, эти все оговорки были довольно быстро забыты, а в реальной практике, например, в СССР существовал классовый расизм, и расизм этот, я буду еще говорить, не все это понимают, что расизм бывает разный, и не только расовый расизм, или антропологический расизм, а бывает и классовый, сословный расизм, и это отдельный разговор, но вот в советские времена, в 20-е, 30-е годы особенно, вот этот классовый расизм как раз апеллировал к Марксу, и было забыто, что он там говорил о том, что это категория, а не личности, преследовали и дискриминировали личности, а не классы, вообще говоря, поэтому в советское время, в 20-е, 30-е годы появилось понятие лишенец, нам сегодня трудно понять, что это такое, но память историческую нужно все время освежать, потому что особенно у нас она короткая, мы часто забываем даже то, что было 5 лет назад, не говоря о том, что было 30-40-50, так вот, лишенцами были объявлены не просто представители буржуазии, но их дети, внуки, потомки, и людей преследовали даже не за то, что вот вы когда-то там угнетали рабочих, а мы вам теперь за это заплатили, а теперь вы за это заплатили, нет, их детей, которые вообще ни в чем, так сказать, не были виноваты с классовой точки зрения, исходя из расовых исключительно критериев, а именно биологических, биологогенетических признаков, лишали прав, что такое лишенец, это был человек, лишенный прав, и выходцев из буржуазии, из дворян и так далее, лишали прав только за то, что они были детьми нехороших, так сказать, социальных классов, это сегодня там некоторые наши известные люди бравируют тем, что они дворяне, графея и так далее, а было время, когда они очень боялись об этом говорить и стеснялись, мягко выражаясь, этого и ходили отмывать в лучшем случае свое это позорное прошлое на фабрике и заводы, это если им давали возможность искупить свою в общем-то мифическую вину, многим такой возможности не давали, я не хочу называть имен, но эти люди хорошо известны, которые повторяю, сегодня радостно рассказывают о том, какая у них замечательная родословная, то есть мышление у них такой же, как и у тех, кто их преследовал на самом деле, потому что апеллировать к своей родословной об этом есть известная шутка, я не помню, кажется, Герберта Уэллса или Бернарда Шоу, когда кто-то на каком-то приеме сказал ему, что насколько я знаю, у вас происхождение не очень знатное или благородное, на что он сказал, мой род, как и ваш, видимо, происходит от обезьяны, но у меня есть подозрение, что ваш род заканчивает там, где мой начинает, и, значит, вот тут как раз это главное, что стиль и образ мышления, он остается таким же, и повторяю, те, кто вчера или там 30-40 лет назад, если речь идет о долгожителях, они старались скрывать свое это замечательное происхождение, сегодня наоборот козыряют им, хотя и в первом, и в втором случае это, конечно, несерьезно по меньшей мере, и это, в общем, признак, конечно, общей инфантилизма некоего, и деградации социальной. деградации и ситуации, когда в обществе действует неестественное, противоестественное отбор, и в первом случае, и во втором. Но вернемся опять-таки, и я поэтому хочу сказать, что вот вот эта идея борьбы классов поэтому, она использовалась очень часто и в частности у нас вот именно как обоснование нормальности преследования людей по классовым признакам, и это одна из разновидностей расизма, который я называю классовый расизм. Но теперь обратимся к социологии познания Маркса, о которой я начал говорить. Итак, социология познания это социологическая дисциплина, которая в общем изучает социальные факторы, социальные последствия и социальные механизмы познавательных процессов. И Маркс внес очень существенный вклад в становление этой дисциплины. Не хочу сказать, что он был единственным основоположником этой дисциплины, потому что можно найти многих других. Но то, что он этот клад внес в возникновение этой дисциплины, это несомненно. Согласно Марксу, я уже говорил об этом в прошлый раз, идеи это отражение социальных отношений, и согласно Марксу нельзя объяснять общество из идей, которые часто иллюзорны, из идей, которые само общество или сами социальные группы о себе создают. Вот Марксова социология познания, она прежде всего воплощена в его теории идеологии. По Марксу общество, Марксу общество представлялось своего рода фабрикой или заводом по производству всякого рода мифов. И собственно задача социологов в значительной мере состояла в том, чтобы эти мифы разоблачать. Собственно что такое идеология по Марксу? Идеология это некое мифотворчество сознательное или бессознательное и это мифотворчество во-первых так или иначе связано с социальной практикой, а во-вторых оно стремится скрыть свою связь с этой практикой. Или иначе говоря существует мифотворчество так или иначе, но существуют еще специальные мифы, которые связь этого мифотворчества с практикой скрывают, затушевывают и так далее. Соответственно задача социолога состоит в том, чтобы выявить какие же практические устремления, интересы, потребности скрываются за всякого рода идеологическими конструкциями. Будь то наука, будь то философия и тем более религия, искусство и так далее. И здесь, конечно, это был очень важный позитивный вклад в становление социологии как науки. Потому что действительно, если бы то, что люди в коллективах, группах, в обществах говорят и пишут о себе совпадало с тем, что с ними происходит на самом деле, то никакая социология в общем и не нужна. Достаточно только послушать этих людей и прочитать то, что какие-то группы создали всякого рода идеи, которые они создали о себе и все, и мы уже знаем, что с ними происходит. Значит, вот это стремление обнаружить некую глубинную реальность, которая скрывается за идеями, порождаемыми группами и глобальными обществами, это идея, которая представляет собой необходимые условия существования социологии. и особенно социологии познания. Но Маркс опять-таки здесь так же, как и в случае с трактовкой классовых конфликтов, Маркс настолько увлекся вот такой разоблачительской деятельностью, срыванием масок, что постепенно стал трактовать как идеологии любые идеи нерадикального характера или те, которые не совпадали с его собственными идеями. И в такой интерпретации социолог, который, естественно, должен быть критиком социальных институтов и всегда подвергать их сомнению, ставить их под вопрос, но в такой интерпретации социолог уже превращается из такого нормального социального критика в срывателе масок, в разгребателе грязи, если говорить, было такое течение в литературе в свое время, в разгребателе грязи это особое направление, но вот в марксовой трактовке и социолог превращался в такого рода разоблачителя и срывателя масок, и здесь, конечно, уже удельный вес такого социального критицизма непомерно был велик, ну а самое главное, что Маркс не учел, что хорошо бы социологию познания применить к собственным идеям, и тогда бы он увидел, что поскольку эти идеи, попадая в разные социальные среды, в разные общества, ложась на разную социальную почву, интерпретируется очень по-разному, а учитывая, что, как я уже говорил, его творчество носит такой многозначный и противоречивый характер, то, конечно, оно интерпретировалось очень по-разному, и часто далеко не так, как это представлялось самому Марксу, и здесь, конечно, вот обратить взгляд на свою доктрину под углом зрения того, как она может выступать в качестве идеологии, это у него не получилось. Теперь я подведу итоги рассмотрения социологии Маркса, как я уже, теперь я просто резюмирую, в социологии Маркса научные и ненаучные, социологические и политико-фрактические аспекты переплелись самым тесным образом, и поэтому отделить Маркса, социолога от Маркса, не социолога особенно трудно, но отделять нужно, если мы хотим понять Маркса именно, и именно как социолога. Маркс, безусловно, хотя Маркс не использовал термин социология, ему был присущ социологический, социологическое мировоззрение и социологический способ мышления и интерпретации самых разных социальных явлений, и именно поэтому он внес вклад в исследование самых разнообразных социальных институтов, таких как религия, мораль, искусство, политика, безусловно, экономика и так далее. Маркс сформулировал материалистическое понимание истории и в принципе основные положения этого понимания недоказуемы и неопровержимы, носят метафорический характер, и поэтому их нельзя рассматривать как собственно принадлежащие к сфере науки, но вместе с тем в этом материалистическом понимании истории содержались и плодотворные установки и ориентации и идеи, согласно которым так же как о личности осудить на основании того, что она сама о себе говорит и думает, так же и об обществах и группах невозможно судить на основании тех идей, которые они о себе создают и необходимо за этими идеями стремиться увидеть более глубокую реальность, скрытые структуры, потому что как говорил французский философ Гастон Башляр института наука всегда ищет скрытая, всегда ищет тайны, а иначе Маркс внес значительный вклад в понимание социальных систем, социальных структур, прежде всего это выразилось в его понятии общественная формация, я подчеркиваю, именно общественная формация, а не общественно-экономическая формация, термин, которого у него не было и который вы можете встретить в нашей литературе. Маркс правда эта идея о целостном характере общественных формаций подрывалась его постоянно акцентированием всякого рода борьбы, противоположности, коллизии и так далее. В целом же представление об общественной формации оно было плодотворным. Прежде всего я имею ввиду взгляд на общество как на некую целостность, на понимание многоуровневого характера этой целостности, противоречивого характера взаимоотношений между уровнями и так далее. Маркс внес существенный вклад и в понимание социального развития и он можно сказать особенно важный вклад внес в понимание общественного развития как динамического. Он внес значительный вклад в трактовку социальной динамики. И хотя у него в отличие от каком-то не было особого раздела социологии под названием социальная динамика, именно у него мы можем встретить анализ динамических аспектов социальных систем. Маркс внес значительный вклад в понимание революции социальной и политической особенно. Однако он слишком тесно увязывал понятие социальной революции и политической революции. Важное место в социологии Маркса занимает классовая проблематика. И здесь тоже он внес существенный вклад в трактовку классовой проблематики. Хотя и эта трактовка не была свободна от тех изъянов, о которых я только что говорил. Ну и наконец социология познания это тоже одна из заслуг Маркса. Если говорить об этических критериях то нужно отметить поскольку я на первой лекции говорил об этом этические критерии тоже важные критерии социологического знания наряду с онтологическими и эпистемологическими то нужно отметить что Маркс безусловно его этика была в значительной мере социологической этикой социального ученого. Почему? Потому что Маркс в отличие от многих своих современников которые просто из чисто шкурных в общем интересов и из-за желания просто сохранить местечко теплое боялись сказать правду о социальных институтах Маркс этого не боялся и то что он подверг критики социальные институты современных ему обществ это было социальные институты извините институты современных ему обществ это было безусловно выражение его подлинной научной этики социолог всегда я повторяю должен быть готов поставить под вопрос те институты которые он изучает и не исходить из того что все действительно разумно и все разумно и действительно но Маркса элемент социального критицизма он был непомерно велик и поэтому из ученого который изучает и естественно критикует общество он превращался в в общем разрушителя общества в человека который не столько изучает не только изучает институты но стремится разрушить объект своего изучения а вот это уже совсем не обязательно и здесь как раз нужно сказать что Маркс вот его радикализм он привел к тому что социолог его интерпретации повторяю превращался вот такого вот неспровергателя социальных институтов вот эта нетерпимость и к оппонентам своим и к социальным институтам которые он изучал это показывает что здесь его этика и отчасти не была социологической вот в этом аспекте и я думаю что совсем не случайно многие радикальные политические движения в 20 веке находили обращались к Марксу и находили в нем своего единомышленника я думаю что это не случайно и хотя существуют я говорил об этом и либеральные трактовки Маркса и марксисты такого нерадикального характера все таки я думаю Маркс соответствен как мыслитель за то что многие грубо говоря бандиты в 20 веке в разных точках земного шара всегда находили идейную опору в его учении вот этот радикализм если говорить любопытно кстати что и в России почему вот Маркс нашел столько сторонников и нашел такой энтузиазм был встречен с таким энтузиазмом и это понятно в общем значительной мере если проанализировать те тенденции которые существовали в российской социальной мысли в частности его ожесточенная и яростная критика западного общества учитывая что в России антизападничество имело определенную традицию который который по сей день достаточно крепкие корни имеет его идея прогресса его идея согласно которой познание должно быть подчинено практическим целям достижения социального блага вот это все тоже находило в России много сторонников потому что и в России многие подчеркивали что понятие жизни оно важнее чем знание незаинтересованное бескорыстное знание оно невозможно многие утверждали и по Марксу в общем он считал что изменить мир задача прежде всего ученого тогда как задача ученого все-таки как следует его объяснить если он это сделает хорошо это уже немало ну и так далее и здесь я думаю не случайно Бердяев я думаю здесь с ним вполне можно согласиться подчеркнул что из двух сторон Марксова учения а именно такой научной стороны и мессианско утопической стороны в России все-таки преобладающее значение приобрела вот эта вторая сторона марксизма и вот я надеюсь скоро выйдет моя книжка небольшая про восприятие Дюргейма в России я там как раз стараюсь показать что так называемый субъективный метод контовский тоже получил продолжение в России более энергичное чем его объективная социология точно так же как и с двух сторон Маркса как я только что говорил получила продолжение вот эта тоже субъективно утопическая сторона а вот собственно объективная такая научная сторона осталась в тени и поэтому рецепция Дюргейма в связи с этим она любопытным образом тоже проливает свет на это почему например Дюргейм которого знали достаточно хорошо и который впервые был листом в России за пределами Франции так же как и Маркс почему к нему отношение было во первых вполне академичное нормальное такое академичное отношение как и это бывает и должно быть в коммуникации в науке но при этом оно было сдержано благожелательным или сдержано критическим но оно его вот это холодная трезвая и объективная наука не нашла столько пылких почитателей в горячих головах наших соотечественников которым ближе всегда было художественное видение социальной реальности а не занудные какие-то эти цифры там статистические данные и так далее хотя в России были социологи которые отнеслись и к объективной социологии Конта здесь достаточно упомянуть и Ковалевского и других и неокантианцев и если говорить о Дюргейме то и Сорокин в молодости встретил его положительно и даже был с ним в переписке ну и так далее но тем не менее не они задавали тон и такого рода интерпретации находились в тени других интерпретаций и тенденций и поэтому даже принцип партийности ленинский или антиобъективизм в науке все это было выражением того же субъективного метода продолжением субъективной социологии Конта с одной стороны и Марксовой утопической трактовки реальности и подчинение познавательных процессов практическим тенденциям целям практического преобразования мира вот это не случайно я думаю очень любопытно с точки зрения социологии социологического познания посмотреть как путешествовали идеи Маркса по миру как они воспринимались интерпретировались и какую социально практическую роль они играли конечно нельзя говорить о том что Маркс там виноват это смешно говорить как там некоторые несерьезные французские философы которые для газетчиков они бы может и сошли а так вообще рассуждали там виноват ли Маркс в кулаге там это все конечно несерьезно это чисто такой ну болтовня часто чисто такая для может быть каких-то полемических целей это сойдет а как серьезное философское исследование это конечно не годится в принципе конечно никакие мыслители не могут просто считать авторами тех или иных бедствий общественных но тем не менее ответственность мыслителя конечно чрезвычайно велика и очень важно всегда учитывать как его идеи взаимодействуют с той или иной социальной идейной почвой потому что идеи интерпретируются в зависимости от того прежде всего на какую почву они попадают и в зависимости от тех тенденций традиций социальной мысли которые есть в этой стране так иначе считать не серьезно но повторяю конечно социальный мыслитель всегда ответствен и важно осознавать эту ответ важно чтобы он осознавал ответственность за то что он за то что он мыслит и как он мыслит в случае с Марксом так же как и со многими другими социальными мыслителями чрезвычайно показатель если у вас есть вопросы то пожалуйста задавайте нет тогда давайте сделаем 10 минутный перерыв спасибо за субтитры спасибо за субтитры